Дамы и господа, ведущий передачи «Битва интеллектов» Эдуард Давыдов. Добрый вечер. Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Неважно, в какое время суток мы встречаемся с вами, уважаемые телезрители, главное, мы желаем вам здравствуйте. Вы смотрите самую познавательную из развлекательных и самую развлекательную из познавательных программ «Шоу «Битва интеллектов»» на канале «Губерния». Наша программа для тех, кто точно знает, почему теннисистки и сестры Уильямс ненавидят песню Андрея Державина «Брат ты мне или не брат», а также тем, кто хочет это узнать. Восьмой сезон продолжается, и подобно тому, как шахматные фигуры передвигаются на доске от одного края до другого и прыгают с клетки на клетку, так и команды-участницы нашего сезона перемещаются в турнирной таблице, которую вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. Пятый тур восьмого сезона. Мы начинаем. Я прошу команды-участниц первого поединка остаться, остальных занять места в зрительном зале. Итак, уважаемые телезрители, первый поединок пятой игры, в котором встречаются красный игровой стол. Команда Лига выдающихся джентльменов. В составе Виктория Бочкарева. Сергей Кухарев. Дарья Макушова. Александр Корясов. Никита Рублев. И капитан команды Данила Сафинский. Их соперники за желтым столом команда «Хайзенберг». Алена Остроухова. Артем Афанасьев. Дмитрий Перкин. Антон Назаров. Капитан команды Владлена Гритчина. Желаю вам удачи, уважаемые команды. Первый из семи ожидающих вас вопросов звучит следующим образом. Этот административный район Москвы всегда был в лидерах по доле зеленых насаждений. А в 1984 году там образовалась группа «Волшебник изумрудного города». Внимание, вопрос. Назовите этот район. Время. Я слушаю ответ «Красного стола». Отвечает Сергей Кухрев. Рискнем предположить, что это Химки. Это Химки, считаете вы. 20 секунд для команды «Хайзенберг». Владлена, кто будет отвечать? Попробую ответить «Я». Допустим, это Марина Роща. Марина Роща. Господин Кухарев, можете прокомментировать, почему Химки? Какая логика была в вашем ответе? Как бы Химки, много зеленых насаждений. В смысле, из-за Химии много зеленых насаждений? Химкинский лес, как бы. Понятно. Значит, уважаемые команды. К сожалению, ни одна из вас правильного ответа не нашла. И подсказкой-то вам было название группы «Волшебник изумрудного города». Я понимаю, что вы вряд ли помните эту группу. Я, честно говоря, сам помню только два произведения этой команды. Изумрудный город, то есть зеленый город. Город Зеленоград, уважаемые команды. Ноль-ноль. Вопрос номер два. Внимание. На вопрос «Сколько дней больничного дается после сложного удаления зубов?» Врач ответил названием литературного произведения начала 20 века. Внимание, вопрос. Назовите автора этого произведения. Время. Красный стол. Отвечает Александр Кряс. Александр. Нам кажется, что это Чуковский. Как называется произведение? От двух до пяти. Вы совершенно правы. Один-ноль. Счет открыт. Вопрос номер три. В апреле 1942 года новым командующим войсками, которые защищали Ленинград, был назначен генерал-лейтенант артиллерии Говоров. Какое невиданное для советского военнослужащего этого ранга отличие по воспоминаниям больше всего удивило офицеров штаба Ленинградского фронта. Время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА красный стол ну в общем отвечая я думаю что погоны потому что до войны носили офицеры ромбы на соответствует лацканах в сорок том году сталин вел погонами в армии и ваш ответ понятен к сожалению он не верит 20 секунд для команды хайзенвер пожалуйста ответ желтого стола предположим что это был акцент акцент интересная мысль уважаемые команды ну конечно не погоны потому что ясно что ввели бы сразу всем погоны да глупо было бы вводить по одному там генералу а другому не носить для того чтобы быть для того чтобы занимать высокую должность во времена советского союза нужно было обязательно быть членом коммунистической партии советского союза которая тогда именовалась вкпб всероссийской коммунистической партии большевиков говоров не был членом вкпб и вот беспартийность это как раз то самое отличие по воспоминаниям больше всего которое удивило офицеров штаба беспартийность правильный ответ 1 0 вопрос номер 4 описывая отношение к иностранцам в советском союзе причем советском союзе сталинской поры сотрудник шведского посольства вспоминал как московский прохожий который заметил его акцент спросил а вы из какой страны внимание вопрос какое слово в этом вопросе вот этого прохожего мы пропустили время желтый стол владелина кто будет отвечать отвечу снова я мы предположим что было пропущено слово советской страны 20 секунд для команды лига выдающий джентльманов ответ сразу же и он будет от кого ну давайте отвечу я я думаю что это слово шпион то есть что спросил прохожий вы шпион из какой страны 2 0 вы шпион из какой страны был вопрос прохожего шведскому дипломату вопрос номер пять в 1850 году уважаемой команды врач из нового орлеана семью картрайт описал драпитоманию болезнь заставляющую их убегать внимание вопрос назовите их время болезнь 10 секунд у команды. Желтый стол пытается ответить. Предположим, что это подростки. Это подростки, считаете вы, но ошибаетесь. 20 секунд. Еще есть у красного стола. Итак, слушаем ответ команды Лига выдающихся джентльменов. Ну, в общем, у нас достаточно много версий. И все они, скорее всего, неправильные. Одну назовите. Ну, допустим, это будут заводные часы, которые сами по себе убегают вперед. То есть у часов есть болезнь. Ну, хорошо. Предположим, так. К сожалению, тоже неверный ответ. Владлина, вы знаете, частично вы, наверное, ответили правильно. Потому что, видимо, подростки тоже могли убегать. Но дело не в их возрасте, а дело в их социальном положении. 1850 год. Новый Орлеан. Это юг Соединенных Штатов. Они это рабы. По убеждению врача-южанина, лишь только психическая болезнь могла заставить рабов убегать от своих хозяев. 2-0. Счет не изменился. Вопрос номер 6. В интервью Борис Горовой сказал, что нельзя давать их людям, которые знают, как живут и на чем ездят футболисты. Поездные и корабельные, они имеют минорный септ-аккорд. Внимание, вопрос. Назовите их. Время. Красный стол. Слушаем ответ. Отвечает Дарья Макушева. Дарья, назовите их. Предположим, свистки. Борис Горовой – это бывший футболист питерского «Зенита». Он говорил, что нельзя давать свистки людям, которые знают, как живут и на чем ездят футболисты. А поездные и корабельные свистки имеют минорный септ-аккорд. Совершенно правильно. 3-0. Вопрос номер 7. Он же заключительный вашего поединка. Император Феофил решил жениться. И самые красивые девушки Византии были приглашены в Константинополь. Мать дала Феофилу помидор со словами «Отдай той, которой понравится». Внимание, вопрос. Какие два слова мы заменили одним? Время. Красный стол. Ну, отвечает Дарья Макушева. Итак, Дарья, какие два слова мы заменили одним? Прекрасней всех. Прекрасней всех, считаете вы, но ошибаетесь. 20 секунд. Кто отвечает, Ладлена? Ладно, мы предположим, что это вместо помидора было золотое яблоко. Поставив всех кандидаток в палате, мать дала Феофилу золотое яблоко со словами «Отдай той, которой понравится». Название помидора, уважаемые команды и уважаемые телезрители, происходит от итальянского, ну, извините меня за мой итальянский, «Помодора» – золотое яблоко. Со счетом 3-1 победу одерживает команда Лига выдающихся джентльменов. Спасибо вам за игру. Уважаемые телезрители, продолжаем шоу «Битва интеллектов» на канале «Губерния». Второй поединок. Красный стол. Команда «Интеллект» в составе. Александр Бузаев. Ильдар Мурсалимов. Антон Киянец. Александр Попов. Капитан команды – Заур Мамедов. Их оппоненты за желтым столом. Команда «60 секунд». Пётр Вайнер. Евгений Кнохинов. Сергей Бородинов. Кирилл Карпов. Александр Глинин. Капитан команды – Екатерина Томилова. Конечно же, вам также удачи, уважаемые команды. Вопрос номер один. Александр Штефанец предложил вариант вентилятора, три лопасти которого напоминают его. Он упоминается в названии миссии одной компьютерной игры, для выполнения которой автору вопроса потребовались не только ум, но и удача. Внимание, вопрос. Назовите его. Время. Сразу же желтый стол. Кто отвечает, Екатерина? Отвечает Сергей Бородинов. Мы думаем, что ничто так не способствует удаче, как цветок клевера. Лопасти в виде лепестков клевера. Игра ГТА-4. Клевер в переводе с английского «умный», а четырёхлистный клевер считается символом удачи. Это правильный ответ. Клевер. 1-0. Счёт открыт. Переходим к вопросу номер два. Рассуждая о картине Сурикова «Утро стрелецкой казни», Татьяна Постникова отмечает, что собор Василия Блаженного на картине словно бы вздёрнут. Внимание, вопрос. Какое слово мы заменили словом «вздёрнут»? Время. Пожалуйста, команда, 60 секунд. Мы попробуем ответить, что это слово подвешен. Подвешен. Считаете вы? 20 секунд для команды «Интеллект». Кто будет отвечать, Заур? Ну, попробую ответить я. Нам кажется, что обезглавлен. Картина посвящена стрелецкой казни. На картине «Собор» изображён без верхних частей, называемых главами. Обезглавлен. 1-1. Вопрос номер 3. На рисунке Йоши Зауэра кошка, спасающаяся на дереве, обеспокоена тем, что собака, которая её преследовала, подружилась с другим млекопитающим. Внимание, вопрос. Что это за млекопитающие? Время. Красный стол. Я слушаю ответ, Заур. Попробует ответ Александр Бузаев. Что же это за млекопитающие? Ну, мы считаем то, что собака подружилась с бобром. Он-то как раз это дерево и свалит. 2-1. Это бобёр. Вопрос номер 4. Сделав это в первый раз, Александр Солженицын упомянул землю в заплатах. Уважаемые команды, назовите фамилию жителей города Дейтона в штате Огайо, которые сделали это раньше других. Время. Ответ с жёлтого стола. Отвечает Сергей Бородинов. Допустим, это фамилия Райт. Два американца, за которыми в большинстве стран мира признаётся приоритет изобретения постройки первого в мире самолёта. Братья Уилбор и Орвилл Райт. 2-2. Переходим к вопросу номер 5. На одной карикатуре изображены несколько сказочных персонажей, отмечающих успех. Друг за другом они произносят тост из двух слов. Причём второе слово у каждого своё. Внимание, вопрос. Назовите тот из этих тостов, в котором упоминается растение. Время. На первой секунде знатоки тостов команды 60 секунд. Слушаю вас. И вновь отвечает Сергей Бородинов. Звёздный час у него. Ну давайте, в виде тостов. Допустим, этот тост звучал так. За репку. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку. Действительно, за репку. 3-2. Итак, вопрос номер 6. Внимание, в вопросе есть замена. Исаак Фридберг был режиссёром фильма, на который выделили слишком мало плёнки. И поэтому он сравнивал своего оператора с первопроходцем. Внимание, вопрос. Какую специальность мы заменили в вопросе на первопроходца? Время. Жёлтый стол. Отвечает Евгений Кнохинов. Я слушаю. Нам кажется, что это специальность сапёр. Он же минёр, он же пионер. Оператор не имел права на ошибку, дубль мог быть всего один. Сапёры при разминировании территории идут первыми. После них остальные войска. В армиях некоторых стран сапёров называют пионерами. Уважаемые команды, уважаемые телезрители. Четыре-два. Вопрос номер семь. Рассуждая о лете, персонаж Рея Брэдбери упоминает мальчиков, которые сутки напролёт жарятся на солнце и сдирают облупившуюся кожу, словно их. В песне Ярослава Евдокимова «Они сжигают в прошлое мосты». Внимание, вопрос. Назовите их двумя словами. Время. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Где-то я слышал, мне кажется, у команды 60 секунд, что нужно было найти рифму на слово «мосты». На самом деле это рифмы «листы». А еще быть точнее, листы календаря. Они сжигают в прошлое мосты, уважаемые команды. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчики у Рея Брэдбери жарятся на солнце, сдирают кожу, словно листы календаря. А жарятся дальше, так течет их время летом. 4-2. С таким счетом победу одерживает команда 60 секунд. Спасибо вам за поединок, уважаемые команды. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, поединок номер 3 сегодняшней игры, в котором встречаются красный игровой стол команда «Сикс Пистолс». Дарья Скрылева. Илья Дзех. Иван Советкин. Роман Шамсуддинов. Александр Погребежский. И капитан команды Николай Дзех. Желтый игровой стол команда «Покорители» Эйя Фьядла и Йокюдля. В составе Дмитрий Куклев. Дарья Макарчан. Полина Гришкова. Алексей Кондратьев. Владислав Александров. И капитан команды Анастасия Галинская. Удачи вам, уважаемые команды. Вопрос номер 1. Комитет государственной безопасности Белоруссии не собирается отказываться от идеалов Феликса Держинского. Это цитата из книги Ижена ВГЭ о русских писателях, изданной в 1877 году. В цитате изменилась принадлежность одной вещи, уважаемые команды. Назовите эту вещь. Время. Стоит. Время. Время. pmg. Машени. Время. Субтитры сделал DimaTorzok Десять секунд Отвечает команда покорителей, я слушаю, кто? Отвечает Дмитрий Куклев Итак? Мы считаем, что это ФСБ Как бы ФСБ это не совсем вещь Ну хорошо, 20 секунд для команды Six Pistols Итак, команда Six Pistols Есть ли у вас ответ? Ну, допустим, изменилась принадлежность самой Беларуси На самом деле, уважаемые команды Все мы, чекисты, вышли из одной шинели Шинели Феликса Инмундовича А, как вы помните, классическая цитата Это все мы вышли из гогольской шинели 0-0, счет не открыт Вопрос номер два В предисловии книги «Беседы о шахматах» Михаил Таль пишет, что автору удался конец беседы с Анатолием Карповым Внимание, вопрос Какое слово мы заменили в этом вопросе? Время Красный стол на первой секунде Ну, предположим, что удался не конец, а Эншпиль «Беседы с Карповым» Это совершенно правильный ответ, 1-0 Вопрос номер три В одном диснеевском сериале Банда, состоящая в том числе из нескольких мышей Пытается угнать из музея транспортное средство Внимание, вопрос Кому принадлежал этот транспорт раньше? Время Красный стол вновь был быстрее Я слушаю ваш ответ Ну, предположим, Золушки А мыши были превращены в коней для кареты Золушки Вы совершенно правы 2-0 Статья в одной энциклопедии, уважаемой команды Отмечает, что эти грибы прячутся под омхом И почти не зависят от капризов погоды За это энциклопедия называет их хитрыми грибами Внимание, вопрос О каких грибах идет речь? Время Красный стол на первой секунде Отвечает Роман Шамсудинов Видимо, лучший грибник, Роман Отвечает Иван Советкин Наш капитан не услышал, такого была версия Итак, господа грибники Лисички Вы совершенно правы 3-0 Вопрос номер 5 При счете 3-0 Из статьи про одного критиковавшего советскую власть поэта Можно узнать, что его единственная альфа длилась 5 лет Однако в этой же статье находится более десятка других альф Внимание, вопрос Назовите альфы Время Красный стол быстрее Видимо, опыт Отвечает Роман Шамсудинов А вот теперь Роман Это ссылки Это ссылки Поэт Игорь Губерман В первом случае ссылка в Сибирь Во втором гиперссылки Статья была на интернет-сайте 4-0 Вопрос номер 6 По словам Конрада Лоренца Подобно цивилизациям Они растут на скелетах своих предшественников Однажды они обменялись хозяевами с неким инструментом Внимание, вопрос Что это за инструмент? Время Ответ команды покорителя Анастасия Отвечает Влад Александров Я слушаю Ну, мы думаем, что это ключи Это ключи 20 секунд для Six Pistols Господин Дзех Есть ли ответ у команды? Ну, пускай С шинелями они обменялись Шинелями? Да Ну, вообще-то это не инструмент, в принципе, шинель-то, да? Или это инструмент? Я не думаю, что это инструмент Уважаемые команды Если я вам скажу, что они — это кораллы Вы назовете мне инструмент? Инструмент — это кларнет Но, к сожалению, Анастасия К сожалению, уже отвечать нельзя Они — это кораллы А инструмент — это кларнет Который, согласно пословице Клара украла у Карла 4-0 Вопрос номер 7 Статья Оксаны Сухановой Повествует о прыгуне с трамплина Симоне Аммани По прозвищу Гарри Поттер И его успешном опыте В результате которого Спортсмен получил Две золотых медали Что, кроме самого Симона Аммана Упоминается в названии статьи Время Красный стол Кто отвечает? Отвечает Илья Дзех Итак, Илья Мы считаем, что упоминает слово метла Слово метла считаете вы, но ошибаетесь 20 секунд для команды-покорителя Я слушаю Отвечает Куклев Дмитрий Что же упоминается еще в названии статьи? Ну, мы считаем, что это философский камень Журналистка предполагает, что Аман открыл философский камень И использует его для получения олимпийского золота Статья называется Симон Аман и философский камень 1-4 Отыграли Отыграли один балл Размочили счет, но победу одерживает команда Six Pistols Спасибо за игру, уважаемые команды Шоу Битва интеллектов на канале Губерния продолжается Уважаемые телезрители Четвертый заключительный поединок сегодняшней игры В котором встречаются Красный игровой стол Команда Исчадия Рая Наталья Притеченская Максим Золотов Сергей Арташкин Александр Герасименко Александр Штриков И капитан команды Роман Никушин Желтый игровой стол Команда Версия 2.0 Павел Хрулев Глеб Никифоров Руслан Сафронов Анна Белова Капитан команды Евгений Шерстобитов Посмотрим, кому улыбнется удача Которую я вам искренне желаю, уважаемые команды Приступаем Вопрос номер один Художник Салават Шейхенуров Получил заказ На создание концепции упаковки Шоколадных конфет округлой формы Художнику так понравился один эскиз Что тот решил Не отдавать его заказчику А оставить себе Так эскиз превратился В одного из них Внимание, вопрос Назовите их время Красный стол Отвечать будет Сергей Арташкин Не знаю, возможно, смешарики Этим эскизом был будущий заяц крош Смешарики 1-0 Счет открыт Вопрос номер два В детском саду Автор вопроса Наивно считала ее Местом подготовки руководителей Но избавилась от заблуждения Когда провела несколько лет в ней Внимание, вопрос Назовите ее Время РУКОВОТИЛЬЕ РУКОВОДИЛЬЕ ДОЖЕСТВО ИСПОРОЗИТЕЛЬЕ Ну нет РУКОВОДИЛЬЕ Да. Уводитель, еще один такой. Руководитель. Руководитель, кто в эту школу? Ну, может, бери, учебник. Руководитель. Не, я, наверное, не. Руководитель. В бане, может быть, с вами честное наказание. Я уже с вами. Вот он такая была не исказать? Нет. Искали дверь. Руководитель, никто. Может, это шеф? Кто еще руководитель? Нет, 10 секунд. Осталось у команды для того, чтобы найти правильный ответ. Сейчас. Давайте. Давайте. Никто не нажал кнопку и не взял право ответа. Уважаемые команды, автор вопроса наивно считал ее местом подготовки руководителей. Ключевое слово – руководитель. По-другому – начальник. В детском саду она наивно полагала, что в начальной школе должны учиться начальники. Вот такой был правильный ответ. 1-0. Вопрос номер 3. Уважаемые команды, когда он впервые появился на британском телевидении, то на протяжении нескольких минут зрители могли видеть руку, которая проставляла на карте двузначные числа и чертила линии. Назовите его двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву. Время. Желтый стол. Анна Белова ответит. Мы думаем, что это прогноз погоды. Температуру в этом прогнозе показывали в градусах Фаренгейта, поэтому числа были только двухзначные. Действительно, это прогноз погоды. Вопрос номер 4 при счете 1-1. Маляр Кузьма Шинкевич из рассказа Яна Кауфмана, говоря, что у него в глазах крутятся круги, противопоставляет себя другому славянину. Внимание, вопрос. Какому именно время? Желтый стол. И снова Анна Белова ответит. Может быть, Казимиру Малевичу? У которого были квадраты черный и красный, а у Маляра Шинкевича круги. 2-1. Пятый вопрос. На одной конференции в целях сбережения электроэнергии предложили использовать так называемый его эффект. В стихотворении новеллы Матвеевой он жевал цветы обоев на стене. Внимание, вопрос. Назовите его время. Красный стол. Отвечает Александр Герасименко. Александр. Возможно, это Солнечный Зайчик. Было предложено освещать комнату с помощью Солнечных Зайчиков, экономить таким образом на электроэнергии. Солнечный Зайчик. А счет становится 2-2. Вопрос номер 6. Автор рецензии на фильм «Метро» надеется, что фильм знаменует начало нового, хорошего и яркого отечественного кинематографа. Какими четырьмя словами называется эта рецензия? Время. Быстрее был желтый стол. Я отвечу. Свет в конце туннеля. Свет в конце туннеля. Совершенно правильный ответ. Вопрос номер 7. Знаменитое его изображение появилось в середине XX века. Бертольд Брехт, как ни странно, назвал его воинственным. Внимание, вопрос. Назовите его двумя словами. Время. Желтый стол. Павел Хрулев озвучит свою версию. Я слушаю, Павел. Ну не знаю, попробую предположить, что это Красный Крест. Красный Крест считаете вы, но ошибаетесь. 20 секунд для команды «Ища-дирая». Время. 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 Я слушаю ответ господин Никушин. Отвечает Сергей Арташкин. Время. 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 Так, уважаемые телезрители, на этом пятая игра восьмого сезона шоу «Битого интеллектов» подошла к своему завершению. Команды, как всегда, были рады поделиться с вами своими знаниями. Время. До встречи на канале «Губерния». Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ